Уважаемые коллеги, еще раз здравствуйте. Начнем. Как вы видите, тема вебинара, который у нас сегодня заявлен, это физиология сна. И сегодня мы поговорим об этом функциональном состоянии мозга и разберем только основные физиологические аспекты. Сразу хочу сказать, что какие-то моменты, связанные с нарушением сна, именно сегодня мы затрагивать не будем. Для этого у нас будет вебинар, который будет в следующий четверг, где мы поговорим о некоторых основных проявлениях нарушения сна. Итак, хотелось бы начать сегодня вебинар с эпиграфа французского сомнолога Мишеля Жюве, который сказал, что кто познает тайну сна, тот познает тайну мозга. Это ученый, который занимался вопросами сна. И, соответственно, тайна сна до конца еще не познана, а значит, все вопросы, которые связаны со всеми функциями, которые контролируются мозгом, они до конца еще не выяснены. Но, тем не менее, какие-то основные аспекты мы уже знаем, и сегодня попытаемся разобрать, так скажем, основополагающие моменты именно вот этого функционального состояния, такого как сон. Итак, что же такое сон? Сон – это такое же функциональное состояние нашего мозга, нашего организма, такое же, как и бодрствование. И нужно сказать, что практически все процессы на Земле, все процессы организма человека, они сопровождаются определенной ритмичностью. То есть, существуют определенные циркадные ритмы, сезонные ритмы, суточные ритмы. Ну вот, сон и бодрствование – это два противоположных состояния, которые также можно рассматривать как суточные ритмы жизни организма. Итак, что же такое сон? Как вы видите из представленного слайда, сон – это не только функциональное состояние мозга, но и функциональное состояние в целом всего организма. Во время сна центральная нервная система, ну, прежде всего, головной мозг, переходит работать совершенно в другой режим, нежели это было в состоянии бодрствования. Ну и во время сна также все наши внутренние органы, они также перестраиваются и работают в несколько ином режиме, чем это было днем. И, соответственно, во время сна взаимодействие организма с окружающей средой, оно практически прекращается. Прекращается, но не полностью, конечно, и сознательная психическая деятельность человека. Вопросы сна давно интересовали людей, очень много исследователей, которые занимались вопросами сна. Ну, много различных исторических моментов, и все их мы сегодня, конечно, обсуждать не будем. Ну, вот хотелось бы остановиться на тех исследованиях и на тех научных предпосылках, которые были выдвинуты нашим отечественным ученым, великим ученым, академиком Иваном Петровичем Павловым, который в своих лабораториях проводил большое количество исследований, занимался исследованием самых различных функций организма, в том числе и функций головного мозга. Занимался он и вопросами сна. Так вот, по научным концепциям Павлова считалось, что сон – это такое некое общее разлитое торможение, в котором находится вся центральная нервная система во время вот именно сна. То есть, посмотрите, да, это разлитое, распространившееся на оба полушария, то есть на кору головного мозга, и ближайшую подкорку торможения. Это так называемая корковая теория сна. Однако современные взгляды, они не подтверждают вот эти вот исследования Павлова, и сейчас сон рассматривается несколько с другой стороны. То есть сон – это не полностью тотальное торможение коры, это совершенно другое функциональное состояние, при котором меняется активность нейронов, то есть клеток головного мозга. И было установлено, что активность вот этих вот клеток, да, нейронов во время сна, она в некоторые периоды не просто тормозится, она даже становится еще более активной, чем во время бодрствования. Поэтому нельзя говорить, что сон – это полное тотальное торможение коры, нет, ни в коем случае. Нужно сказать о том, что сон – это активный физиологический процесс, который протекает тоже циклично, в нем выделяют несколько фаз, которые мы сегодня с вами будем разбирать. И мы увидим, что активность структур головного мозга, она в эти фазы сна, она совершенно различная. Итак, какова же основная функция сна? Зачем человек тратит на сон, ну, примерно треть всего суточного времени, примерно 8 часов. До чего так много? Во время сна происходит восстановление всех физических и психических сил. И благодаря вот этому восстановлению, человек полностью адаптируется к тем условиям среды, в которых он находится и в которых он живет. Итак, сон – это чередование различных функциональных состояний мозга, еще раз хочу сказать, чередование, а не отдых и неразвятое торможение коры. Во время сна перестраивается мозговая деятельность. И во время сна, посмотрите, что происходит. Происходит переработка и консолидация той информации, которая попадает, так скажем, в структуру головного мозга во время бодрствования. Что значит консолидация? Консолидация – это перевод этой информации из промежуточного, так скажем, состояния в долговременную память. То есть, другими словами, происходит упорядочивание той информации, которую человек получает в течение своей активной деятельности. И мы сейчас как раз посмотрим, в какую фазу сна вот все эти процессы и будут происходить. Вот давайте сейчас посмотрим вот на тот слайд, который вы сейчас перед собой видите. Сон протекает у нас циклично. И во время сна выделяют, будем так говорить, два сна. Это сон медленный и сон быстрый. И вот эти два сна, они сменяют друг друга в течение ночи. Но, посмотрите, один полный цикл длится примерно час-двадцать, час-тридцать минут. И вот за этот цикл медленный сон сменяется быстрым. А так как сон длится, в среднем, будем говорить, 7, 8, 9 часов, значит, вот таких вот циклов сна в течение ночи может быть 5-6. Значит, сон – это отличный процесс. Посмотрите, медленный сон – это тоже неоднородный сон. Он делится, и в нем выделяют 4 самостоятельных фазы. Все они относятся к медленному сну, но характеризуются своими особенностями. И затем, по истечении всех фаз медленного сна, наступает фаза быстрого сна. Вот когда этот цикл полностью замыкается, снова начинается новый цикл. Итак, давайте начнем с того момента и проведем некую экскурсию по ночному сну. И вначале разберем стадии медленного сна, так как именно с медленного сна и начинается в целом весь физиологический процесс сна. Все начинается с первой фазы или с первой стадии, которая называется дремота. Ну, все мы знаем, да, дремать, дремота, дремит кто-то. Значит, что это такое? Дремота – это переход от состояния бодрствования к состоянию сна. Такое, можно сказать, пограничное состояние. И в это время человеку свойственно, как вы видите, как бы домысливать, допереживать все те события, все те идеи, которые его посещали в течение дня и которые были актуальны для него, и в это время, так как это такое пограничное состояние, появляются определенные идеи, появляются определенные сноподобные образы, и может приходить решение той или иной проблемы. Ну, и наверняка вы знаете много исторических моментов, когда именно во сне великие люди создавали определенные теории, видели периодические таблицы, писали определенные музыкальные произведения и так далее. То есть это вот такое пограничное состояние между сном и бодрствованием. Если посмотреть при помощи инструментальных методов, а что же происходит в структурах головного мозга, когда наступает первая фаза сна, то есть фаза дремота. Метод исследования – это ЭЭГ, или электроэнцефалограмма. Оказывается, что во время дремоты идет изменение ритма электроэнцефалограммы. И вот здесь, как раз на этом слайде, вы видите, так скажем, 2 изображения. Это ритм электроэнцефалограммы, альфа-ритм, который характерен для клеток мозга во время бодрствования. И тогда, когда идет состояние дремоты, альфа-ритм сохраняется, но мы видим, что его амплитуда снижена. Вот это характеристика инструментальная, которая характеризует первую фазу медленного сна. Вторая стадия медленного сна – это сон так называемой медленной глубины. Что это за фаза? Она характеризуется учащенным альфа-ритмом и появлением на ЭЭГ так называемых сонных веретен. Вот он, сонные веретены. В это время отключение осознания чередуется с повышенными порогами слуховой чувствительности. То есть, опять же, цикличность. Примерно где-то от 2 до 5 раз в минуту в этой фазе сна человек находится в состоянии, когда его очень легко разбудить. И он очень чувствительен к различным звуковым и шумовым воздействиям. И вот уже исходя из этого, мы понимаем, как важна гигиена сна, как важно соблюдать звуковой режим во время ночного отдыха. Но эта фаза постепенно сменяется третьей фазой или стадии медленного сна, которая называется сон умеренно глубокий. Или сонных веретен. И посмотрите, здесь еще во время исследований на электроэнцефалограмме к сонным веретенам еще добавляются вот такие вот элементы, которые называются К-комплексы. И могут уже добавляться дельта-колебания. Это уже включение самого глубокого медленного сна, то есть четвертой фазы. И вот как раз четвертая стадия глубокого сна, так и называется дельта-сон, потому что на электроэнцефалограмме идет регистрация дельта-волн. Посмотрите, они очень высокоамплитудные, амплитуда у них высокая, значит, у дельта-волн и очень высокой частоты. И вот это очень глубокая фаза сна. И нужно про нее сказать, что в это время сенсорная активность человека очень сильно снижается. То есть пороги сенсорные увеличиваются по сравнению с бодрствованием где-то примерно на 30-40%. Но сразу хочу сказать, что это не предел. Предел будет более высокий во время фазы быстрого сна, но тем не менее сон очень глубокий, человека сложно разбудить. Но если все-таки удалось разбудить человека, то человек, когда просыпается именно в эту фазу сна, он очень плохо ориентируется и очень трудно приходит в себя и включается в какой-то активный ритм жизни. Нужно сказать, что именно в эту фазу, в четвертую стадию медленного, глубокого сна идет изменение и со стороны работы внутренних органов. А что именно? Снижается частота сердечных сокращений. То есть в этот момент наблюдается как раз брадикардия. Снижается частота дыхания. В целом снижается температура тела человека. Если посмотреть на ритм дыхания и на ритм сердца, то они становятся более равномерными. Итак, глубокая фаза сна. Еще раз хочу сказать, что во время этой фазы сна очень-очень сложно разбудить человека. Если удается разбудить, то человек с трудом приходит в себя. Вот здесь давайте посмотрим, какие изменения имеются на электроэнцефалограмме, если их посмотреть все сразу вместе. от начала наступления сна. То есть это переход от бодрствования, выраженный альфа-ритм. Затем наступает дремота, это снижение амплитуды альфа-ритма. Затем наступает вторая фаза сна, когда начинают появляться сонные вредиона. Третья фаза – это умеренно глубокий сон, сонные вредиона и К-комплексы. Четвертая фаза – это глубокий сон или дельта-ритм. Посмотрите, высокочастотные, высокоамплитудные. Такое вот идет изменение картины активности структур, активности, так скажем, нейронов головного мозга. В четвертой фазе мы видим такую синхронизацию работы клеток головного мозга. Фаза глубокого медленного сна. Если посмотреть в сумме, сколько времени за весь ночной сон занимает именно медленный сон, то если мы говорим о физиологических параметрах, то это примерно около 4 часов в целом на весь медленный сон. И вот именно примерно 3-4 часов медленного сна хватает для того, чтобы полностью восстановить, так скажем, физическое состояние человека. Но по истечении этих четырех фаз медленного сна цикл заканчивается наступлением фазы быстрого сна. И вот мы сейчас как раз и поговорим об этой фазе быстрого сна. Быстрый сон. Быстрый сон, другими словами, он называется парадоксальный. Почему? Мы сейчас увидим, в чем заключается парадокс. Также этот сон еще называется BDG. Это аббревиатура от трех слов «быстрое движение глазами». Или, если говорить английская аббревиатура, то можно встретить еще такую терминологию, как REM-сон. Так вот, быстрый сон, парадоксальный сон, BDG-сон, REM-сон – это все мы говорим о быстром сне. Итак, быстрый сон заканчивает цикл, каждый цикл сна. И, соответственно, если мы сказали, что циклов за ночь бывает 4-5, то, соответственно, и фаза быстрого сна тоже 4-5 раз за ночь. В сумме это примерно где-то полтора часа быстрого сна, если говорить о всей продолжительности сна. Быстрый сон, он, посмотрите, его продолжительность варьирует. Она может быть 6-8 минут, это фаза быстрого сна, либо 20 минут. Нужно сказать, что в течение ночи, если говорить о первой половине ночного сна, то это время, как правило, преобладания медленного сна по продолжительности. Если мы говорим о второй половине ночного сна и ближе к пробуждению, то время быстрого сна увеличивается. И если мы говорим о продолжительности быстрого сна 20 минут, то это уже будет практически перед пробуждением. Дальше. Если у взрослых на быстрый сон приходится примерно 20% от общей продолжительности сна, у детей 30%, у новорожденных это половина всего сна, это парадоксальный сон. Что мы видим на электроэнцефалограмме? На электроэнцефалограмме мы видим вот такие вот изменения. Быстрые, низкоамплитудные ритмы. Очень сильно похожи на альфа-ритм, которые характерны для состояния подорствования. Итак, вот здесь на этом слайде видно, какую продолжительность по времени от общей продолжительности сна занимает быстрый сон. Вот новорожденный, мы говорим, половина сна. И вот взрослые люди, это уже 1,5 от ночного сна. Ну вот еще немножечко инструментальных методов исследования. Это уже в совокупности, как меняют показатели электроэнцефалограммы в течение всего цикла от дремоты до БДГ сна. Смотрите, идет изменение активности структур головного мозга, то есть активности нейронов, и это отображается на записи ЭЭГ. Вот знание этих, так скажем, проявлений или записей электроэнцефалограммы в дальнейшем позволило изучать фазы сна и определять их роль вообще в функционировании организма. Но мы до этого еще сегодня доберемся. Итак, почему быстрый сон называется парадоксальным? В чем парадокс? Парадокс в том, что это самый глубокий сон. Самый глубокий сон. То есть, если посмотреть на состояние спинномозговых рефлексов, то они заторможены. И мышечные мышцы расслаблены так, что можно сказать, что мышцы находятся в состоянии парализации. Вот такое идет, так скажем, их ослабление активности. В это же время, время глубокого сна, на ЭЭГ регистрируются ритмы, которые мы сейчас с вами сказали, характерные как для состояния водорствования. То есть, это не торможение структур головного мозга, а наоборот, их повышенная активность. Но на фоне такой повышенной активности в структурах мозга мы наблюдаем такие глубокие проявления торможения. Вот все, что касается со стороны спинномозговых рефлексов. В это время парадоксального сна наблюдается так называемое повышение активности вегетативной нервной системы. То есть, в это время происходит увеличение частоты сердечных сокращений. В это время у человека увеличивается частота дыхательных движений. В это время у человека происходит повышение артериального давления. В это время происходит выброс некоторых гормонов, более активных даже, чем во время водорствования. То есть, все это можно сравнить с бурей. То есть, тогда, когда человек находится в состоянии глубокого сна, в это время у него наблюдаются вот такие вот всплески повышенной активности со стороны работы внутренних органов. И в это время, во время быстрого сна, возможно появление сердечной и даже дыхательной аритмии. Но при этом, еще раз хочу сказать, мышцы полностью расслаблены. И на фоне этого такого сильного расслабления скелетной мускулатуры могут наблюдаться определенные мышечные подергивания. Почему называется он еще БДГ? Потому что именно в это время наблюдается быстрое движение глазами под сомкнутыми веками. И вот можно даже наблюдать за спящим человеком, когда, казалось бы, он очень крепко спит, а глазные яблоки совершают вот какие-то такие вот быстрые движения. И самое, что хотелось бы сказать интересное, да, что во время фазы быстрого сна, это время, когда человек видит сны. То есть, если человека разбудить во время фазы быстрого сна, во-первых, человек очень быстро проснется, легко проснется, и быстрее войдет в ритм жизни, быстрее будет ориентироваться в окружающей его среде. И, как правило, 90% людей во время пробуждения фазы быстрого сна, они расскажут, что им сейчас снилось. И нужно сказать, что во время фазы этого парадоксального сна пороги чувствительности, они снижаются на 400%. То есть, это очень глубокий сон, когда человек вообще никак не воспринимает раздражение из окружающей среды, из внутренней среды. И вот на фоне, казалось бы, такого глубокого сна, вот такие вот изменения работы организма можно наблюдать. Вот в этом и заключается парадокс. И так как мы сказали, что циклов, полных циклов медленного быстрого сна 4, 5, 6 за всю продолжительность ночного сна, то еще раз хочу сказать, доля быстрого сна, она к утру к пробуждению увеличивается. То есть, время, когда человек видит сны, становится все более и более длительной. И, как правило, да, и каждый, наверное, сам по себе может об этом сказать, что, как правило, когда человек утром просыпается, особенно в то время, в котором он привык просыпаться, он всегда может рассказать, что ему приснилось. Хотя за всю ночь снов может быть несколько, 4, 5, 6. Но помни, человек, именно те сны, которые были перед пробуждением. Вот давайте посмотрим на тот слайд, который вы сейчас видите. Три состояния. Бодрствование, медленный сон, быстрый сон. И возьмем для анализа три параметра. Это мозговая активность, мышечная активность и движение глаз. Вот мозговая активность во время бодрствования. И такая же примерно активность в клетках головного мозга во время глубокого, быстрого сна. Парадокс. И совершенно другая синхронная деятельность нейронов во время медленного сна. Мышечная активность. Ну, понятно, что во время бодрствования наши мышцы активно трудятся, а во время быстрого сна наблюдается их практически полное расслабление. Движение глаз. Во время бодрствования глазные яблоки совершают активную работу. И точно такая же деятельность наблюдается во время глубокого, быстрого сна. То есть еще раз я хочу показать, почему этот сон назвали парадоксальным. Ну и вот такая вот интегрирующая картинка, где как раз видно вся цикличность всех фаз сна за один цикл сна. И по продолжительности легкий сон или дремота, активность клеток мозга замедляется, затем наблюдается умеренно глубокий, переход в глубокий, в очень глубокий сон. И вот все это завершается уже быстрым парадоксальным сном. И таких циклов, еще раз хочу сказать, 4-5 за всю ночь. По результате исследований, которые проводились и изучались, все вопросы, которые связаны с сном, было установлено, что медленная фаза сна, она помогает восстановить физическое здоровье человека, физическую работоспособность. А быстрая фаза сна, она как бы отвечает, восстанавливает умственные возможности. Но в целом невозможно нормально жить, нормально трудиться и говорить о хорошем здоровье, если нарушена какая-то из фаз сна, либо это быстрая, либо медленная. Ну и нужно сказать, что проводились исследования на животных, конечно же. В результате проведения у них электроэнцефалограммы, животное, когда засыпало, по данным ритма, было определено, в какой фазе сна, значит, сейчас находится мозг, в какой активности нейроны. И у животного вызывали депривацию, то есть нарушение определенной фазы сна. Ну, мы будем разбирать, решали, нарушали либо глубокий медленный сон, либо затем пытались нарушить быстрый сон. Так вот оказалось, когда появлялись дельта волны, то есть регистрировался на ЭЭГ самый глубокий медленный сон, и животное пытались будить, то есть не давали ему спать, то, оказывается, наступало такое явление, которое можно назвать как дробление сна. То есть сон дробился как бы на определенные периоды, и наблюдалась его пространственная локализация. То есть сон наблюдался в определенных структурах мозга, он полностью не исчезал, а в определенных структурах мозга он сохранялся. И таким образом было доказано, что полностью исключить медленный сон невозможно. В каких-то структурах мозга вот эти явления, они все равно сохраняются. Когда же проводились исследования и пытались лишить животного быстрого сна, это, конечно, продолжалось на протяжении какого-то определенного количества времени, допустим, в течение нескольких недель, как только на ЭЭГ появлялся ритм характерной быстрой фазы сна, животное обудили и не давали ему спать. Так вот, через определенное количество времени все животные гибали. То есть полная депривация быстрой фазы сна, то есть лишение парадоксального сна, вызывает какие-то необратимые нарушения работы мозга, которые всегда приводили к мебели животных. Такие вот исследования по фазам сна. Итак, мы сказали, что сон – это циклический процесс, который сменяется состоянием бодрствования. И было установлено теории сна несколько. Какой-то определенной концепции до конца еще не принято. Давайте остановимся на том, что это соотношения, циклические изменения во взаимоотношениях определенных структур мозга. Прежде всего, это коры и важнейших подкорковых образований. В частности, конечно, это гипоталямус, так как там была обнаружена гипногенная зона, зона, которая отвечает за состояние сна, и области артикулярной формации ствола. Артикулярная формация – это тоже подкорковая структура головного мозга. Так вот, в состоянии бодрствования за это состояние отвечает кора и, прежде всего, лобные отделы коры. В состоянии бодрствования активная работающая кора, она оказывает тормозное воздействие на центр Гесса. Центр Гесса, который располагается в диэнцефальной области, – это как раз область гипоталямуса, который и отвечает за центр сна. То есть, кора, лобная кора, она тормозит, оказывает тормозящее воздействие на центр Гесса. Когда же центр Гесса становится активным, то он, наоборот, оказывает тормозное воздействие на кору. То есть, вот такое реципрокное взаимодействие между этими образованиями, центрами. То есть, во время сна идет высвобождение центра Гесса из тормозного воздействия лобных отделов коры, и в результате чего снижается активность, корковая активность, и наступает состояние сна. Ну и вот здесь тоже на этом слайде мы тоже можем наблюдать все, что мы сейчас сказали. Это активная деятельность коры, ее тормозящее воздействие на центр Гесса, и наоборот. Значит, такое вот чередование, смена состояния сна и бодрствования. Ну, теперь возникает вопрос, а почему такое происходит? Значит, какие такие предпосылки способствуют тому, что сон наступает, да, что способствует наступлению сна, и какие факторы будут способствовать просыпанию. Давайте разберем некоторые факторы, которые способствуют наступлению сна. Ну, прежде всего, наступлению сна способствует определенное время, которое срабатывает по принципу условного рефлекса. Поэтому очень важно соблюдать гигиену, опять же, сна, то есть придерживаться режима сна и положиться спать в одно и то же время. Дальше. Изменение температуры внутренней среды. Ну, наверняка вы тоже об этом знаете, что к вечеру в результате активной деятельности температура внутренней среды организма, она несколько повышается, и это способствует возбуждению гипногенной зоны, то есть зоны, которая отвечает за активацию сна. К вечеру, опять же, наблюдается определенная информационная перегрузка. Человек получает много информации, он ее мозг, прежде всего, перерабатывает. И к вечеру, значит, вступает утомляемость, человек устает, это тоже является фактором, стимулирующим сон. Дальше. Перед сном уменьшается количество раздражающих факторов, различных раздражителей, которые действуют на организм. Почему? Ну, потому что к вечеру унижается звуковая, активные звуковые раздражители, унижаются световые воздействия, уменьшаются. Ну, и если посмотреть на, так скажем, наших предков, то, соответственно, они жили в режиме продолжительности светового дня. И тогда, когда наступали сумерки, наступал вечер, световая активность снижалась, ну, мы скажем еще про продолжение световой активности, тем не менее, да, световые раздражители снижались, и это тоже способствовало наступлению сна. Сейчас световое искусственное освещение, оно как бы пролонгирует нашу деятельность, и это привело к тому, что наши биологические ритмы, они несколько сбились. Поэтому очень важно, да, к вечеру соблюдать, вот, скажем, соблюдать все законы о тишине, и опять же, это все касается гигиены сна. Следующее. К концу дня в крови накапливаются, смотрите, многочисленные гуморальные факторы, так называемые метаболиты, и существует такая теория, моральная теория сна, которая как раз и говорит о том, что в крови в течение дня накапливается много различных веществ гуморальных, которые стимулируют вот эти вот геногенные структуры мозга, активируют их и способствуют развитию сна. Ну и большое значение, опять же, придается элементам гигиены сна, это ритуалы, связанные со сном, которые, как правило, прививаются еще с детского возраста. Дальше. Что же способствует пробуждению? Почему человек все равно просыпается? Ну, опять же, нужно сказать, что просыпание – это тоже условный рефлекс, и лучше всего просыпаться в одно и то же время. То есть условный рефлекс. Почему? Потому что начинают отрабатывать определенные внутренние механизмы. Повышается активность структур головного мозга. Изменяется активность сердечной деятельности. Изменяется работа желудочно-кишечного тракта. Если человек еще живет в определенном режиме, в определенное время он привык завтракать. Да, в определенное время он привык опорожнять мочевой пузырь. Соответственно, вот эти все факторы, которые являются как сигналами внутренних органов, они способствуют пробуждению. Дальше. Что возникает утром? Утром повышается действие различных раздражителей звуковых, световых. Да, все просыпается, соответственно, свет появляется. Да, почему пробуждаемся? Потому что появляется повышенная освещенность, появляются звуковые раздражители. Все это способствует пробуждению. За время сна из крови исчезают те метаболиты, которые накапливаются к концу дня. И, соответственно, их теперь нет. И гипногенные центры, они не становятся активными. Не становятся активными, наоборот, зоны коры. Соответственно, все это будет способствовать бодрствованию. Снижается температура тела в течение ночи. И перестает действовать та информационная перегрузка, которая в течение ночи была мозгом переработана, разложена по определенным полочкам. То есть мозг в течение ночи он трудился. И это происходит, да, вот обработка информации поступающей, как мы сейчас видели, фазу быстрого сна. Вот это все способствует тому, что наступает пробуждение. Теперь немножечко хотелось бы сказать о очень важном моменте, связанном с сном. Это о гармоне, о таком гармоне, как мелатонин. Гормон мелатонин называют гормоном сна, но также его еще называют гормоном молодости и гормоном красоты. Почему? Гормон мелатонин – это гормон, который вырабатывается у нас в структуре головного мозга, вырабатывается железой внутренней секреции, которая называется эпифис, или по-другому еще эпифис называют шишковидное тело или шишковидная железа. Так вот, это место выработки этого гормона мелатонина. Нужно сказать, что это ночной гормон. Он вырабатывается исключительно только в условиях, посмотрите, сегодня еще раз несколько раз буду про это говорить, только в условиях абсолютной темноты. И именно этот гормон отвечает за, опять же, за цикличность, за смену циклов сна и бодрствования. Мелатонин снижает артериальное давление, снижает температуру тела, регулирует, правильно сказать, понижает уровень глюкозы, крови. Работает во время ночи, а соответственно, создает все эти условия, чтобы обеспечить организму нормальный сон, чтобы дать ему возможность восстановиться и физически, переработать и ту информацию, которая поступила в течение дня. Вот это задача этого гормона. Итак, на производство этого гормона влияет большое количество факторов, как внешних, так и внутренних. Если говорить о глобальных факторах, то это факторы, связанные с вращением земли, а это цикличность и смена циклов, периодов, когда продолжительность светового дня увеличивается, когда продолжительность светового дня уменьшается, ну, другими словами, зима, лето. И, соответственно, образ жизни человека. Еще раз хочу сказать, что этот гормон больше синтезируется в ночное время. Значит, во время зимы, когда продолжительность светового дня уменьшается, его продукция увеличивается. И это особенно характерно, ну, вот, в наших условиях, в наших реалиях современной жизни наиболее активно прослеживаются у животных, потому что они, так скажем, живут в большей гармонии с циркадными ритмами земли, нежели мы. Почему? Ну, потому что есть искусственные источники света, которые увеличивают продолжительность светового дня, а значит, для нас с вами тормозят выработку этого гормона мелатонина. Итак, когда же начинает он вырабатываться? Он начинает вырабатываться вечером, как вы видите, да, где-то примерно в 19-20 часов. А его пик, всплеск активности наблюдается глубокой ночью, примерно это в 2-4 часа ночи, или уже можно сказать в 4 часа утра. Его концентрация достигает своего пика. Затем его активность снижается, и к утру он понижается, да, активность, что это также способствует и наступлению пробуждения. И в течение всего светового дня его активность также в крови низкая. И вот на этом слайде как раз видно графическое, графическое отображение, как меняется активность этого гормона, его концентрация в крови. Вот мы видим 20 часов начинается его выработка, постепенно повышается и пик 3-4 часа ночи. И в течение дня его активность на базовом уровне она снижена. Значит, обеспечивает нормальное протекание сна, обеспечивает смену циклов сна и бодрствования. Поэтому очень важно, чтобы сон наступал в правильное время, чтобы человек засыпал до 12 часов, тогда, когда его активность повышается. Если же увеличить продолжительность светового дня и работать до 12, до часу ночи, то его активность, конечно же, снижается. И все те физиологические процессы, которые он обеспечивает, они полноценно не протекаются, соответственно, организм не восстанавливается, свет не восстанавливается, и поэтому недаром, да, этот гормон называют гормоном по здоровью, долголетию и молодости. Нет восстановления, нет поддержания основных физиологических функций, и быстрее, но если так можно выразиться, происходит изнашивание организма. Итак, то, что вот мы сейчас с вами обозначили. Сон, который начинается в правильное время, то есть до 12 часов, он будет самым глубоким, спокойным. Мелатонин, его достаточное количество будет способствовать нормальному сну, то есть человек не будет просыпаться в течение ночи, все это снизит в дальнейшем утомляемость днем, потому как хороший сон обеспечивает нормальную, активную жизнедеятельность в течение дня и, конечно же, сказывается на работоспособность. А производительность труда, производительность труда, да, можно сказать, платит своими бессонными ночами. Итак, есть два гормона. Один из этих гормонов – это гормон мелатонин, про который мы сейчас говорим, который ночью активно начинает синтезироваться и, соответственно, воздействие света разрушает его. И второй гормон, ну, можно так сказать, антагонист в некоторых проявлениях, антагонист, то есть действует противоположно к мелатонину. Это второй гормон кортизол, и мы про него неоднократно говорили, и самое главное, что мы должны знать про гормон кортизол, то, что это гормон стресса, основной гормон стресса. Гормон этот порабатывается корой надпочечником, корой надпочечником, и, соответственно, когда он появляется? Он появляется в какой-то критической стрессовой ситуации, когда нужно организм быстро приспособить, перестроить к определенному режиму жизни. Так вот, если с пролонгированием светового воздействия мелатонина выработка начинает тормозиться, то тогда начинает продуцироваться гормон кортизол. И сон уже при, так скажем, избытке кортизола, он будет наступать труднее, сложнее, будет не, так скажем, неглубоким, беспокойным. Человек может часто просыпаться, утром просыпаться раньше, то есть в итоге кортизол это гормон пробуждения, человек не будет высыпаться, а значит не будет полностью восстанавливать свои ресурсы. Итак, еще раз, мелатонин и те физиологические процессы, на которые он влияет. Ну, в общем, давайте разберем, то есть замедляет процессы старения. Мы теперь понимаем, да, почему? Потому что дает организму полноценно восстановиться во время ночного отдыха. Итак, усиливает эффективность иммунной системы. Действительно, было доказано, что если человека лишать полноценного сна, то снижается его не только работоспособность, но снижается еще и его иммунный статус. Дальше, мелатонин влияет на адаптацию организма к внешней среде и смене часовых поясов, если такое вот случается. Участвует в регуляции кровяного давления, функций пищеварительного тракта, работы клеток головного мозга, эндокринной системы. Посмотрите, мелатонин является сильным, так скажем, у него выраженное действие, это естественный блокатор злокачественных новообразований. Хотя бы исходя из того, что мы сейчас видим, какие аспекты в нашем организме затрагивает мелатонин, нужно уделить колоссальное влияние на роль сна в своей жизни и постараться сделать так, чтобы сон был полноценным и достаточным, чтобы мелатонин вырабатывался в нужных количествах. Итак, правильный ритм бодрствования сна приводит к повышению уровня мелатонина, а значит, максимализирует его полезное влияние в целом на организм. Ну и вот я здесь привожу такой слайд, где еще раз хочу подчеркнуть, что мелатонин это гормон, который необходим для здоровья и долголетия. Давайте еще раз скажем, что гормон образуется в условиях полной темноты, поэтому то место, где спит человек, оно должно быть лишено всяческих источников света. И начиная с детского возраста никаких ночников, даже слабого источника света в комнате быть не должно. Это должны быть шторы на окнах, чтобы не было никакого проникновения света с улиц, от улиц и фонарей, от соседних домов и так далее. Но если говорить о гигиене сна, то в той комнате, где человек спит, должно быть вообще никаких телевизоров, ни компьютеров. Если они вдруг есть, то, конечно же, они должны быть выключены. И даже небольшая светящаяся красная или зеленая лампочка, датчик на телевизоре или компьютере, это тоже недопустимо в условиях соблюдения правильной гигиены сна. Но мы этого немножечко коснемся в следующий четверг, когда будем говорить о нарушениях сна, о патологии сна. Ну и завершая, давайте посмотрим вот такую таблицу, сводную таблицу, сколько человеку нужно спать. Оказывается, что продолжительная сна в различные периоды жизни, в различные возрастные периоды, она не одинакова. разберем конечно же взрослый возраст, самый работоспособный, детский. Начинаем с молодого человека от 18 лет и старше. Человек в среднем должен спать 8 часов, то есть рекомендуется спать, это вот средняя шкала, 7-9 часов, в среднем 8 часов, и все, что в красной зоне, это конечно же не рекомендуется. И пределы допустимого сна, это от 6 до 10 часов сна. Соответственно, как правило, современный ритм жизни приводит к тому, что продолжительность сна сокращается, и казалось бы, что человек думает, что я сделаю больше, но оказалось, что снижение продолжительности сна, недостаток сна, снижает когнитивные функции, когнитивные, то есть это все, что связано с познанием, то есть это особенно для тех людей, которые занимаются умственным трудом, умственной деятельностью. То есть это внимание, память, эти функции будут проявляться хуже, а значит в целом работоспособность будет меньше, и качество, и производительность труда будет снижаться. Поэтому есть такое высказывание, когда недостаток сна человек расплачивает за свою работоспособность. И это влияет, еще раз хочу сказать, на показатели активности труда. И также хочу сказать о продолжительности сна для людей, которые в основном занимаются физическим трудом. Давайте возьмем в качестве примера спортсменов. Опять же хочу привести в качестве примера эксперимент, который был проведен, исследование, правильно так сказать, которое было проведено в группе спортсменов, занимающихся баскетболом. Профессиональные баскетболисты, весь их смысл жизни связан именно с занятием баскетбола, то им просто увеличили продолжительность сна на 2 часа и оставили такую же интенсивность тренировок. То оказалось, что после того, как они в течение определенных количества времени, это несколько недель, спали больше, чем обычно, то число, допустим, ударных бросков более точных, у них возросло на 9%. Показатели общей физической подготовки, допустим, пробегали они 100 метровку за, так скажем, короткие, более короткое время, нежели это было, когда они спали даже обычное время. То есть, еще раз хочу сказать, что сон, да, сон это залог нашего здоровья и показатель нашей, так скажем, активной трудовой деятельности. Вот основные моменты, которые касаются физиологии сна, мы сегодня постарались разобрать. А в следующий четверг мы поговорим о таких вот распространенных нарушениях сна, поэтому всех приглашаю в следующий четверг на очередной вебинар. Всем большое спасибо, если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Всем большое спасибо, до свидания.